Добрый вечер. Что такое вертикаль, которую начали власти у нас строить еще со времен Ельцина? Потом эстафетная палочка достала стоящую Путину, немножечко ее подержал Медведев, сейчас Путин опять активно строит ту же самую вертикаль. В основе ее в немалой степени демократический централизм, при котором мы существовали во времена Советского Союза, если помните, это когда сверху все, что не придумывают, снизу обязательно к исполнению. Вертикаль именно по этому принципу и построена, потому что самый умный у нас находится на троне наверху, все, что он скажет, обязательно к исполнению, является истиной, ну и как только что вы слышали, даже щука была в 21 килограмм. Чуров не был подпущен к подсчету ее веса. А что в таком случае снизу вверх идет, вот по этой же самой вертикали, или вообще не гугу? На днях произошел любопытный скандал в Тюмени. Там взбунтовался целый полк ДПС, и они своего командира, подполковника Сережу Беседина, сдали ФСБшником. Ну, причем в этом мероприятии решили поучаствовать сразу все силовики, они очень любят наградные списки и орденские планки, поэтому ФСБшники и, соответственно, Следственный комитет. Они аккуратно взяли подполковника в момент, когда он получал взятку в миллион рублей. Любопытно, что предшествовало этому событию грандиозное письмо, причем не первое, но первое опубликованное официально, это челобитное царю, которое подписало порядка 150 ДПСников. Событие разворачивалось следующим образом. Жил-был целый полк в Тюмени. Он контролировал половину города, занимался тем, что принимал транспорт на разных направлениях, в том числе на кусочке федеральной трассы. Там служили, ну, просто невероятно кристальной чистоты люди. Это вот те самые блистательные профессионалы. Они до недавних пор даже не слышали слова взятка, ну, не говоря уже о матерных словах, написанных в заборе. То есть проходили мимо и спрашивали иногда друг у друга. Слышь, Петрович, а что это там на заборе из трех букв такое написано? Он говорит, я не знаю. И я тоже не знаю. Слышь, а ты слышал такое слово взятка? Нет, не слышал. А ты про коррупцию что-нибудь слышал? Говорит, ну, помнишь, Нургалиев у нас лично в кабинете два раза обнаружил и победил. Вот, кажется, и вся коррупция. То есть это был такой полк профессионалов, таких кристальных ребят, которые служили закону. А потом произошла неприятность. Их скормили ростовским. Пришла группа ростовских офицеров и заняла в Тюмени, в целом, в милиции Тюмени, а также в полиции Тюмени ключевые должности. Там начальником областного главка стал генерал-майор Корнеев, начальником полиции города стал полковник Владимир Ребенко, а вот командиром полка ДПСовского стал подполковник Сергей Беседин. И вот тут началось. Вот этих вот шикарных ребят, которые в Тюмени обеспечили безопасность, которые ни сном, ни духом, но только кристальной чистотой и сверканием, переходящим в нимб сияние, вдруг стали вынуждены заниматься поборами с водителем. Потому что ростовские, которые пришли к власти, обложили их данью, и, во-первых, вступление в полк стало платным. Где-то от 200 до 300 тысяч была тарифная сетка в зависимости от должности, на которую претендовался искатель. То есть кристальный и честный становился взяточником сразу, как только он хотел послужить немножечко в Тюменском полку ДПС. А со всех уже служивших был выставлен тариф, они должны были в смену с одного патруля, с одного экипажа, всего лишь полторы тысячи рублей. Там у них организовано 15 патрулей в день, две смены в сутки. Поэтому некоторое количество денег. Но в целом выходило так, что в месяц рота полка должна была 450 тысяч рублей. Ну, их произошла небольшая реорганизация, чуть-чуть подвинулись в сервиские должности, поэтому тариф подпрыгнул до 600 тысяч рублей. И полковник Сергей Беседин, он объяснял персонал, но поскольку все свои, это же братская семья, и мало ли, что ты чужак, что ты ростовский в Тюменской области. Но тем не менее, все же свои, поэтому он объяснял, что моему боссу, генералу Корнееву, надо Колокольцеву в замы, в Москву перебраться, а у москалей запросы не Тюменские. И шефу, полковнику Ребенко, надо заскочить на генеральскую должность, а для этого тоже нужны немалые деньги. Вот, собственно, отсюда и складывались эти самые 600 тысяч с каждой роты. Рот в полку, как всегда, несколько. Они там и даже имеют батальонное деление, в зависимости от того, уж как структура устроена. И в какой-то момент вот этим честным и блистательным надоело, они взяли своего подполковника и в момент передачи ему миллиона рублей сдали ФСБшникам и Следственному комитету. Нетривиальная ситуация, ни на что не похожая, и не имеющая, конечно же, аналогов. Мы с вами знаем, что Владимир Колокольцев, конечно же, сам о торговле должностями в полиции не подозревает, ну, просто ни сном, ни духом. Колокольцев у нас понятия не имеет о том, что торгует водительскими удостоверениями. Помните, как Колокольцева изумило, что в апреле поймали в Москве четырех инспекторов ДПС, которые торговали правами, причем все четверо торговали одним водительским удостоверением. За 28 тысяч рублей все четыре человека продали одной тетке водительского удостоверения. Колокольцев был изумлен. Ну, как же такое может быть? То есть, он точно знает, должности не продаются, права не продаются. И самое главное, нет общака ментовского, с которого деньги уходят наверх. То есть, вертикаль, это когда сверху вниз приказали, ну-ка быстро мне 600 тысяч, а снизу вверх не пришло. Потому что, как только возникла попытка, чтобы оно пришло, тут же честные взбунтовались и сдали, соответственно, негодяя в руки надлежащих органов. То есть, вертикаль, это сверху приказ, а снизу не бум-бум. Деньги наверх у нас не ходят. О чем Колокольцев, конечно же, знает. И Колокольцев, конечно, все-таки человек, он, это система, это вот Нургалиев, он вляпался в менты из КГБшников. Был честный КГБшник, а потом бац, и в такую вот неприятность попал. А Колокольцев, он всю жизнь милиционер. Он начинал милиционером, он из-за этого ведомства никогда не уходил. И он прекрасно знает, нету торговли должностями, нету вертикали, когда деньги идут снизу вверх, нету никакой продажи водительских удостоверений. Колокольцев в курсе. Конечно же, именно он и олицетворяет собой отсутствие этих самых пороков. И когда в 11-м году ФСБшники в плен взяли целый батальон волгоградских ДПСников, то вы же помните, там были только-только зачатки такой же вертикали, которые обрубили, конечно же, на корню. Потому что там комбат собирался своих, как только он собрал практически 5 миллионов, там в деле фигурирует 4,8 миллиона рублей, ему тут же надавали по рукам, и снизу вверх, то есть от лейтенанта к Старлею, от Старлея к капитану, миллионы ходили, а дальше не пошли. И Сергей Беседин, подполковник Тюменский, он эти деньги просто очернить хотел светлость. И на самом-то деле он этот миллион в одно лицо решил скушать. И тот же самый волгоградский капитан, командир батальона, он 4,8 миллиона тоже в одиночку схомячил. Никуда он не носил выше. Нету ни одного офицера с серьезными погонами, запятнанного в этом. Это все частные случаи. Примечательно, что ребята в Волгограде, попавшиеся в плен ФСБшникам, они были, ребята, да, волгоградские, они на самом деле были ростовские. Они до того служили в Ростове, потом их ростовского начальника ГАИ сделали руководителем местного главка, и тогда ростовские поехали в Волгоград. И здесь та же самая картина. «Ростовские пришли в Тюмень». Что из этого следует? Из этого следует, что плохие ростовские. Надо запретить город Ростов. Вот Государственная Дума у нас, которая так неосмотрительно распал власть на каникулы отдохнуть, и которая не дает нам по сию пору отдохнуть от себя, к сожалению. Так вот, она обычно принимает решение как раз в таком русле. Вот там Мизулина на заборе что-то прочитала, поэтому она теперь чтение в интернете решила запретить. Сейчас, видимо, запретит заборы. И очень правильно запретить город Ростов. Вот только из Ростова расползаются неправедные, коррумпированные полицаи по стране, куда они придут, везде начинается «Одесса, мама, Ростов, папа». Ай, боже ж мой! Так я вас уверяю, на мой опыт, с этим надо что-то делать. Пока что с этим делать непонятно. И ясно, что беседен, конечно, очернитель, вертикаль, потому что зря он такое сболтнул, денежки он себе прикарманил. И, в общем-то, следует, что криминальная вертикаль полицейских ОПГ, она не системная. Она такая недостроенная. Она существует в силу порочности жителей Ростова. Только. Она всегда обрывается где-то на среднем уровне, ни в коем случае не затрагивает генералов, ни в коем случае не затрагивает систему, и не является вертикалью. Вертикаль это когда сверху сказали, что щука 21 килограмм. И все щелкнули каблуками и сказали точно 21 килограмм. Когда сверху сказали, что у нас есть деньги на Олимпиаду, ну вы слышали новости, а денег на студентов у нас нет, поэтому стипендии делите как-нибудь сами, радуйтесь, что хочешь что-то. И все сразу зааплодировали в восторге. А когда кто-то пытается сказать, что это вертикаль обоюдная, что сверху вниз идет приказ, а снизу вверх идут деньги, то даже на примере глубоко коррумпированных отдельно взятых гаишников видно, что это не система, что это все четко совершенно укладывается в русло достижений товарища Нургалиева, который победил у себя в кабинете коррупцию. Нет ее. Ни в коем случае нет. Но у меня от себя еще такой личный вопрос. Вот почему в милиции принято назначать непрофессионалов? Почему, например, все время помните руководителем московского ГАИ был полковник Архипкин, который до этого был главным сторожем. Он у нас склады охранял и, в принципе, был внеедомственной охраной большой человек. Почему у нас происходит такая неприятность, когда, например, на должность начальника ГАИ приходит какой-нибудь земли или наоборот, бывает, что гаишник становится начальником на земле. Потому что не важен твой профессионализм, не важно, что ты из себя представляешь, важно, как ты служишь системе. Вот ты некоррумпированный, и вслед за тобой вся твоя доблесть приходит в нужное место. И выясняется, что блистательно и кристально честны профессионалы. Вот тюменским полицаям не повезло? Не повезло. Сдали они своего командира, и что на это ответил генерал-майор Корнеев? Генерал-майор Корнеев приехал в подразделение к этим вот некоррумпированным и сказал, ну, я с вами сейчас разберусь. Тут, оказывается, моя фамилия запачкана в этом деле. Это, оказывается, мне нужна должность купить из рук министр внутренних дел и теми, кто торгует. Ну, я сейчас с каждым из вас. Но это частный случай. Перерыв на новости. В парализованной Москве всего лишь 6 баллов. Все вылетные магистрали стоят, кольца заткнуты почти все. Так что всего лишь 6 баллов. Мы с вами нормально движемся на даче. 65 10 9 9 и 6 Вы потихонечку звоните мне. Я с радостью отвечаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга. Женский день у нас сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне повезло. Дозвонилась. А мне как повезло. Вы дозвонились. Вот сейчас езжу на Кашкай и уже пора его менять. И присмотрела покупку Jeep от Cherokee 2012 года дизельный 2,8 на автомате. Хочется услышать ваше мнение как у эксперта. Какие подвощи могут ждать и если не его, то у кого в подобном ценовом диапазоне. А ценовой диапазон это слегка за 2 миллиона? Это практически квартиры в области? Нет, нет, нет. Ну, смотря еще, кстати, в каком подмосковье, ближайшем или в дальнем? В дальнем. Вот там на выселках? Где-то, да, живем на выселках, хреново чистят. А ценовой диапазон где-то получается миллион 600, миллион 700. Вот новый в менеджере сейчас стоит миллион 700. А, то есть это тот самый неликвид, который кому-кому-кому, ну, хоть кто-нибудь. Вообще, после Кашкая, а у вас, я надеюсь, он красный? Нет, у меня черный Кашкай двухлитровый. О, как элегантно. У вас и айфон, небось, не белого цвета, а черного? Нет, у меня не айфон. Ой, Ольга, тогда вам можно покупать джип Чироки. Тогда это будет очень неплохая покупка. Он где-то как-то один раз валялся рядом на сеновале с Мерседесом. То есть, когда кто-то говорит, что рядом не лежал, лежал. Ну, вы знаете, внутри очень похож на Гелендваген, мне показалось. Да, но в Гелендвагене ощущение, что вас ограбили, более суровое. Потому что 5 миллионов за Гелендваген, который он не стоит, это не то же самое, что 2 за Чироки. Тем более, 12-го года он так надежно отстоялся 9 месяцев. Нафиг никому не нужный. А тут вы. Представляете, вас еще и в лобик лизнут, и коврики подарят. И в менеджере могут вам, например, подарить какую-нибудь шикарную карточку, из которой у вас будет полпроцента на запчасти. Это очень здорово. Сам по себе, Чироки, дизельный, это правильный аппарат, тем более на автомате. Он, единственное, чем плохо, вы когда на нем выйдете на улицу, вот, например, сегодня вы его купили, завтра поехали, а с сентября в нашу страну начинаются поставки рестайлинговой версии. Ну, вот, девочка из соседнего двора, она догадается, что эта машина после пластической операции и ваша немножечко старовато. Все остальные не догадаются, потому что они реально похожи. И джип Чироки с постоянным полным приводом, да еще с возможностью внедорожника. Это достойный агрегат, но будьте готовы к тому, что ваш Кашкай в принципе не сломался ни разу. У меня очень много было ремонта по подвеске. Каждый раз примерно на 70 тысяч. А почему? В полгода я попадаю. Вы куда попадаете? В яму или в ремонт? На ремонт. А, то есть вы просто обычно едете по шикарному ровному асфальту с разрешенной скоростью 250 км в час, а потом попадаете на 70 тысяч рублей в ремонт? Нет, нет, ну, живем за городом, соответственно, здесь у нас не такие хорошие дороги. Понятно. То есть вы успеваете между того раздолбать машину в хлам и какое счастье, что вам ее чинят. А по мотору и по вариатору у вас проблем не было. У меня не вариатор, у меня автомат. Конечно. А с ним проблем не было. Конечно. На Кашкаре не бывает автоматов, там всегда вариаторы. Да? Надо же, вы мне открыли. тайну. Я готов и закрыть, потому что, видите ли, вас это ни разу не смутило, не испугало и главное, что не подвело. Так вот, джип Grand Cherokee это достойный аппарат и вы ему колеса обламывать и отрывать будете с большим старанием и с меньшим успехом. Ну, плюс у него будет... Это именно джип Cherokee, а не джип Grand Cherokee. А, то есть вы нашли вообще старого Cherokee 2012 года. Я почему-то его за Grand принял, потому что Cherokee крайне редко у нас покупается. Да, Cherokee будет... Cherokee от вас потребует нюансов в управлении, потому что он гад заднеприводный и вам нужно будет уметь вовремя прогнозировать дорожную ситуацию, чтобы подключать ему передний привод. Ну, он красивый, но он же смотрится хорошо. Тем более... Он брутальненько. Да. Причем, Ольга, имейте в виду, вы единственный покупатель джипа Cherokee за всю пятилетку. Представляете, как это почетно? Это почетно? А какие-то обязанности будет накладывать иметь такого зверя? Вам нужно будет научиться курить Мальбора и носить стетсон. Никто, никто не готово делать, но кататься на Cherokee готово. Вот, Ольга, доставьте себе удовольствие. Вам эта машина понравилась. Вы выбрали ее сердцем. Вот когда выбрала себе сердцем спутника жизни, обычно за него выходят замуж. А когда машину, ее обычно покупают. Чего кататься на Кашкай, если любится клевый парень джип? Все, вперед, сразу и жизнь наладится. Алло. 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 Женский день, 2 августа. Здравствуйте, Татьяна. Да, я Татьяна. Здравствуйте. Я Сергей. Спасибо вам за вашу позицию, Сергей. Очень интересно слушать ваши передачи. Но у меня вопрос аналогичный. Выбор машины. Я бы хотела, чтобы вы качнули маятник моих сомнений наконец, хоть в какую-либо сторону. Но история моя такова. Я отъездила на Ланцере в девятом восемь лет. Ух ты. На механике. Вот до этого на Жигулях еще пять лет. На механике, соответственно. Какая вы стойкая, Татьяна. Вот. Ну да, друзья меня стыдят за то, что я не хочу пересаживаться на автомат, но я уже готова, потому что немножко тут и на автомате поездила так, на чужом. Ну, собственно говоря, если выбирать. У меня, конечно, критерии такие, притязания поскромнее. Это где-то уложиться в 800 тысяч вот в такую машину, которая бы имела вместительный багажник, поскольку я дачница заядлая. Вот. И самый главный критерий это то, вот как вы как-то выразились про какую-то машину, чтобы машина быстрее надоела, нежели сломалась, поскольку это, скорее всего, будет последняя машина, которую я смогу позволить купить себе сама, потому что мне 55 лет. Татьяна, какие ваши годы? Вы что это? Ну, мало ли, вот мало ли, вдруг уже не придется вот как-то собраться еще на какую-то, если не купят там дети, сын и так далее. Хорошие ребята. Мои, значит, вот такие, у меня, так вот, чисто эстетически, к Citroёn C4, но где-то, в общем-то, мне нравится вот такая респектабельность Skoda Octavia. Я вообще колеблюсь между этими двумя машинами. И, естественно, вот автомат или механика, потому что все-таки меня надежность волнует. Я не знаю, как автоматы себя ведут в эксплуатации. Мне бы хотелось, чтобы меня подтолкнули. Ну, а друзья, конечно, каждый по своим амбициям. Кто у меня на Opel Astra, кто на Volkswagen Jet, кто на Hyundai Solaris, на Toyota Corolla, тут я уже, конечно, я уже запуталась. А друзья вас разводят, на самом деле. Разводят, кто во что. Кто во что. А мне вот, мне очень нравится ваша позиция, потому что вы всегда советуете то, что человеку хочется, а не то, что вот чья-то амбиция там взыграла где-то. То есть, с пониманием к нашим нуждам. А вот C4, вы хотите себе седан, который, наконец-то, начали собирать калужским пролетариатам? Нет. Вы знаете, я тут увидела хэтчбэк за 700 тысяч, собранный во Франции. И прямо в сердце? И прямо в сердце, да. Но у меня сомнения именно надежности, потому что менеджер как-то очень, может быть, неумно поступил, он сказал, вы хотите узнать, ломаются все. Но меня это немножко осадило. Да, ломаются все. У C4 хэтчбэка, у него специально для нас, вот есть у него такая комплектация, когда у него моторчик 1.6, и к нему четырехступенчатая автоматическая коробка. Мы единственная страна в мире, куда поставляется эта четырехступенчатая коробка. Она знаменита на всю Францию тем, что это самая плохая автоматическая коробка в истории человечества. Ее сделал лично Николя Жозеф Кюньо в 1794 году из натурального дерева. Вот французы сейчас ее научились делать в металле, они по сию пору ее используют. И я так понимаю, что это все-таки попытка расплаты с нами за 1812 год. Вот так, да? Тем более, мы в нашем учебнике истории считаем, что мы выиграли Бородино, на самом деле мы Бородино проиграли, но поскольку мы до сих пор этого не признаем, французы нам сказали, а вот возьмите нашу коробочку и подавитесь ею. Мы давимся. У тебя будет страшно. Да, но если вы возьмете эту машину с мотором 1.6 в 110 лошадиных сил и на механике, вот тогда вы приобретаете с одной стороны эстетику, которая бесспорно, вы приобретаете очень неплохо продуманную машину, степень надежности которой по двигателю и по коробке одна из самых высоких, потому что и движок у них этот надежный, старенький, они его придумали еще на 205-ю Пежо, и вот с тех пор он с ними идет, отработанная временем конструкция. Это большой плюс. Вот когда они ставят, например, свой 120-сильный в 120 лошадиных сил мотор, тот, который они создали вместе с BMW-шниками, так этот мотор точно такой же плохой, как и коробка-автомат. Это вообще никуда не едет. А вот, знаете, я еще когда выбирала, у меня вот как бы связь такая, правильно я эту связь устанавливаю, чисто по-женски, чем больше лошадей, тем лучше показатель разгона, потому что в Ланцере меня вот не устраивал багажник уже, все великолепно, как он держит дорогу, как он рулем, как управляется, но не устраивал разгон в пробках, потому что там надо оперативненько так строиться, вот так вот. Резко так. Пока ты нажмешь на педальку, а уже не твоя позиция не твоя. А это потому, что вас, Татьяна, научили водить машину на каком-то таком чуде, где вы очень быстро уходили на верхнюю передачу. Вы вот... Да, ну на пятерке Жигулей, безусловно. Вы на первую толкнулись, сразу перешли на вторую, на третью, на четвертую. Поэтому большинство маневров вы пытаетесь совершить на верхних передачах, на четвертой, пятой. Как только вы уходите на вторую, третью, у вас любая машина становится зверем. Взаимосвязь между динамикой разгона и лошадиными силами, она очень хорошо прослеживается у автомобилей типа Lamborghini Murcielago. А, ну это... Вот там наступил и получил. А, например, есть такой маленький агрегат Deumatis, у которого двигатель 0,8, это даже, в принципе, меньше, чем банка, которую может выпить мужик за один присест. А, это та, которая у вас? Это та, которая у меня. И у нее передаточный ряд, уж простите меня за эту подробность, настолько сближен, что до третьей передачи угнаться за ним не может никто. Потому как, если на первый и на второй его крутнуть, не то что встроишься, они еще разбегутся в изумлении. Это просто зависит от водителя. Поэтому впрямую стремиться к приобретению автомобиля с большой мощностью, это тупиковый путь развития. Но на помощь к вам пришла турбированная техника и моторы, вот, например, Ти-Исаевские, которые идут на Volkswagen Group, они и в Octavia встречаются, и в Volkss'ах они есть, и, в принципе, там во всяких других Skoda, например, Yeti, там может быть моторчик 1.2, но он турбированный. И вот эта турбина, она, несмотря на то, что слегка запинается внизу, вот только в момент, когда на педаль наступаете, зато во всей остальной своей красе она выстреливает так, что, опять-таки, многие пугаются. Это где? Это где? В каких машинах? Это моторы, у которых есть такая матерная аббревиатура TSI. Нет, это Skoda. Skoda и Volkss. И вот у Octavia сейчас в чем неприятность? У них происходит смена поколений. Сейчас Octavia, которая приходит к нам со дня на день, это такая здоровая жирная корова. Ну, вот эту нет, я бы старенькую хотела. А старенькую, тогда вы можете еще схватить ее, но, скорее всего, вам придется хватать ее уже не в Москве, а где-нибудь там в Подольске или, например, в Костроме, потому что по складам они еще стоят, и была очень неплохая версия Octavia 1.8 с автоматической коробкой, не с DSG, которая робота, а с АКПП. Вот это вот чудо. Оно живет долго. Если по какой-то причине вы это чудо не нашли, тогда можете смело себе взять вечную машину. У нее мотор 1.6. Это старый, он называется MPI, MPI. Этому мотору ему лет 200. Его тоже придумали немцы, когда отливали чугунные колокола. Это тоже Skoda, да? Это Skoda. Это фольксвагеновский мотор от модели Golf 1. И в сочетании с механикой это мечта таксиста. Это то, на чем они катаются по 300, по 400, по 500 тысяч, потом скручивают спидометр и продают нам грешным. И эту Octavia единственное, что будете готовы. Скорее всего, Москва уже опустошена, а провинция их еще содержит. И если вы со всей свойственной вам нежностью подойдете к менеджеру, аккуратно возьмете его за галстук и скажете, ну, давайте склад посмотрим, то, в принципе, у него доступ к складу есть, и он может сказать, о, ну, у меня-то нету, ну, знаете, в виде исключения, в Костроме стоит. Костромские будут счастливы. И тогда вы возьмете себе Octavia с огромным багажником, с хорошим дорожным просветом, которую по двигателю... Да, да, это очень интересный просвет тоже. По двигателю и коробке вам хватит ее навсегда. Спасибо вам. Перерыв на новости. Москва продолжает стоять. Вылетные магистрали в коллапсе. Всего лишь каких-то 6 лукавых баллов по шкале Яндекса. Телефон 6510996. Александр, вы дождались. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Я рад, что вы дождались. Да, да, да. Да. Здравствуйте, Сергей. У меня вот такой вопрос. Значит, по Кио Рио 1.4 мотор или Шкода Фаби 1.4. Вот. Что вы можете рассказать мне про эти машины? И еще как бы... Вот. Я сейчас езжу на Hyundai Accent. Ого. Хороший аппарат. Да. Сколько пробежали? Таганрогский, небось, у вас? Да, 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 да. Он самый, да. Уже 220 вот у меня на спидометре, да. Ну, машинка, да, нормальная, боевая. Вот. И как бы я вот сейчас хочу вот по двигателю тоже или 1.4 Кио Рио купить, да, или 1.6, или же взять Скоду Фаби 1.4. Вообще вот разница 1.4 у них, конечно, большая, там, ну, сейчас как бы новая... Огромная разница. Это два совершенно разных мотора. Ну, да, вот. Ну, вот как бы хотелось бы мне узнать, да, про эти машины, или... Ну, вот расскажите мне. Александр, вы хотите... Да. Вы какого роста? Для вас насколько критичен потолок? Нет, я 1.72, так что... То есть вы, на самом деле, помещаетесь в любую из них, потому что Фаби, она чуть больше по объему. Ее аккуратно вот в одно место вставили трубочку, надули, она стала такой шарабанистой, и в ней, если что, можно делать зарядку, и вы даже не убьете соседа справа. Если для вас это не критично, то, в принципе, она классная, эргономичная машина. Вот когда садишься в Фабию, видно, что чехи взяли немцев в плен, аккуратно их допросили, и по эргономике не допустили ни одной ошибки. Сел, как вот в родные тапочки вошел. В этом отношении очень здорово. Мотор 1.4, ну, это просто неплохой мотор. А Kia Rio, особенно, если она не с 1.4, если она с 1.6, это гоночная машина. Kia Rio с мотором 1.6 на ручке догнать нереально. Она улетает очень быстро, она очень динамичная, у нее при этом абсолютно бесшумный мотор. Вот сам по себе двигатель, это на пятерку из пяти возможных, может быть, даже с плюсом. Он бесшумный, он классный, он обеспечивает невероятную динамику машины, в соответствии, вот в сочетании с механикой, здорово. Как только АКПП, ну, уже она, конечно. Я больше на механике люблю ездить. Как бы уже привык. Если вам нужно, что называется, динамичненько, то Rio с 1.6, это будет очень здорово. Это будет классно. И еще, Сергей, еще вот одна тема, как бы, да, я работаю в транспортной компании, вот, можно, да? Да, конечно. Вопрос еще. Смотрите, водитель останавливает 31-го числа, проверяет на, ну, выхлоп, то есть, у него, вот, отбирает номера, то есть, он превышает в 10 раз. То есть, вчера мы все ремонтируем, ну, дают акт, то, что устранение в сутки. Ну, то есть, на сутки, это, естественно, пока мастера нашли, туда-сюда, как бы, ну, мотор дизельный, вот, все это ТНВД, форсунки, все это на стенд, перебрали, сегодня приезжаем в ГАИ, а нам говорят, а вам в сутки все удавали, я говорю, а как нам доехать? Берите эвакуатор. По закону так и есть, да. Но как за сутки можно успеть все это дело сделать-то? А это же сделано не для того, чтобы вы успели, это сделано для того, чтобы вы попались. Вот. Так они мне говорят, есть такое вот, ну, как бы, говорит, удача, берете, едете, водитель попадает на штраф в 5 тысяч или отбирает у него права. Вот. Если машина большая, то попадает. Да. А машина какая? Это машина зубрёнок, вот, как бы, грузовой. Приметный агрегат. Такой, в толпе ты не спрячешь, это не какой-нибудь портер, который может шмык-шмык и за автобусом спрятаться. Ну да. Зубрёнок, пойди, припрячь. Да. Ну, опять же, да, эвакуатор на нанятие, это опять же, те же деньги попадаешь. И опять же, приезжаешь на ТО, чтобы замерить, да, это все, эти в него газы. Вдруг опять, ну, будет превышение, опять его тащить коррупцию в стране победили. Поэтому ваш водитель был поставлен в ситуацию, когда он был обязан позолотить ручку, и именно для этого... А вы знаете? Нет. Не захотели золото наше доблестное. Да. И, как бы, я сегодня тоже, ну, сорвался немножко. Говорю, они говорят, это закон такой, я говорю, это закон, я говорю, не для людей сделан. Нет, конечно. Зачем? Закон сделан для обеспечения системы. Система должна вертикалью, будучи отстроенной, снизу вверх, поднимать деньги. Потому что? Потому что очень надо. Ну, это да, понятно. Нет, просто они сейчас, скорее всего, как говорится у нас в народе, когда рак свистнет, мужик, вот, после случая, когда машина, ну, врезалась в автобус, летальный исход, вот, они сейчас за это, как бы, взяли, да, как бы, вот, пройдет какое-то время, и все, все будет как надо. Все как ездили, кто хотел ездить, и будут ездить. Конечно, компания сейчас закончится, и будет все то же самое, потому что, ведь люди приходят в ГАИ, и сама система ГАИ, и транспортная инспекция, они отстроены не для того, чтобы была какая-то безопасность на дороге, она сделана для того, чтобы водитель нес деньги. Потому что водитель, он кормилец, он кормилец частного лица, который с пистолетом и палкой руководит процессами на дороге, и кормилец государства. Ну да, ну вот, я не знаю, вот завтра на страхе риск, я не знаю, его на жесткой сцепке потащат эту машину, возможно, возможно, я не знаю, что придумают, как бы, до этого... Да, зубренка на жесткой сцепке таскать, это упоительно. Ну, другой масс потащит на жесткой сцепке, ну, а что делать-то? Такая вот ситуация просто. И поэтому... Сутки, просто в сутки дают, и из-за этого вот он приехал мастер, забрал на стенд, ТНВД дизельное привез, и вот мы не успели, вот что делать, вот почему так? Александр... Ответ я от вас получил, да. Да, вы помните, когда товарищ Путин говорил, что у нас в стране диктатура закона? А, ну... Вы ощутили? Диктатуру вы ощутили? А вот теперь поищите закон. Может быть, он где-то здесь рядышком. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Я сравнительно недавно вас слушаю, чрезвычайно приятно вас слушаю, большое вам спасибо. Спасибо вам. Дозвонился тоже на удивление быстро со второй попытки. Интересно. Ну, наконец-то. Вот. Я тут слушал этот эфир, слышал отзывы о матезе, как очень резвые машинки на механике. Скажите, а на автомате она тоже будет достаточно резвая? Нет, не будет. Планирую дочери-студентки, чтобы не возить ее каждый раз на лекции, чтобы она сама добиралась. Ну, естественно, чем дешевле, тем лучше. Это безопасный вариант для дочки. У нее и понтов много не появится, и скорость у нее будет не очень суровая, суровая, потому что Матиска, он получил коробочку автомата в придачу к мотору 0.8, к трехцилиндру. именно такой. Но, правда, вы его берете по секонд-хенду, и непонятно, что там с ним было раньше, и как предыдущая барышня с ним обращалась, но если повезло, если видно, что он все-таки жив-здоров, то вы дочку сажаете на машину, которая, с одной стороны, весьма надежна, с другой стороны, гонять на ней она точно не сможет. Ну, по кольцу она сможет ехать, потому что большая часть это кольцевая дорога. Да, конечно, сможет, ну, и понимаете, какая штука. Здесь нам с вами, Александр, не надо быть максималистами. То есть, тут нет такого абсолюта, когда, типа, не едет, так это значит, как Жигули умерла, а если едет, то почему-то 200. Нет, она очень спокойно, очень динамично, очень нормально будет кататься на этой машине, тем более, когда она поймет алгоритм переключения в коробке передач, все, полегчает и будет, но у нее не будет такого запаса под педалью и такой возможности, как на механике, когда благодаря передачным числам она подоткнула первую и выстрелила. Выстрелить не получится. Ну, в общем-то, ей это не надо, так она мне, девушка, разумная. Алгоритм автоматики ловит быстро, с механикой справлялась, и автошколь, и на старых деревенских наших Жигулях, которые у нас там и тещи, чем губинки, до сих пор еще ходят, 400 тысяч наездили, можете себе представить. Замечательно. Вот они, вечные русские машины, а мы их так не любим. Ну, я так полагаю, это доля везения, мы третьи хозяева, вот, первые два, спасибо, довели меня до ума, мы просто не убиваем. И вторая тема, с которой я хотел бы с вами немножко обсуждать, это тема электромобилей, да, с моей точки зрения, как и профессиональная электрика, в общем-то, техника имеет блестящие перспективы, еще на заре прошлого века она обеспечивала пробеги порядка 100 километров. И что изменилось за 100 лет, Александр? Ну, есть уже разработки на 400 километров, меня бы устроило 100-150 километров более чем, даже, потому что мне до работы, до офиса где-то 30 километров, но все равно мне приходится ездить из области только до метро, а это 15 километров, и как бы иметь такую небольшую бесшумную и удобную машинку, которая не требуется в каких-то прогревах, массивах, и так далее, и так далее, которая спокойно может за ночь накушаться от розетки, было бы очень удобно, но, к сожалению, не получается пока. Но, Александр, а вы в этом, условно говоря, хорошем электромобиле будете ездить, как любой нормальный русский человек, открыв окошечки зимой при минус 40 в полушубочке, подняв воротничок в валеночках, потому что что там у нас с отоплением-то в электромобиле? На дровах? Или как на Запорожце газовой горелкой? Ну, к сожалению, пока не знаю. А есть такая еще машинка Renault Twizy. Это такой биотуалет, уже способный ездить. То есть не каждый раз, срываясь с унитаза, удается достичь такой скорости, как это делает Renault Twizy. Она открытая, у нее стеклышко, чтобы в лицо прилетело далеко не все, а только половина. У нее нету дверок, нету отопителя. Она считается электромобилем. Сзади у нее есть сливное отверстие для сильно перепуганного пассажира, потому что она двухместная. И это, видимо, та самая идеальная машина, которая олицетворяет собой блистательное будущее. А блистательное будущее, оно так и не настало. Уже прошло больше 100 лет, потому что, если вы помните машину Камилы Женатцы, на которую он установил рубеж, он преодолел рубеж 100 км в час. Это была машина под названием «Всегда недовольная». Она, я ее видел в натуре, это обычное, очень длинное ведро, цинковое, на тележном ходу. У нее скорость была 100 км в час, и запас хода точно такой же, как сейчас у всех электромобилей. Хотя сейчас это все уже есть с подушками безопасности, с музыкой, с губозакатывателем, с попожужжателем, блистательные технологии, а какие туда можно айфончики воткнуть. Но почему-то все равно 100 км. Причем сколько серийных машин? Вот уже у французов с этой нулевой эмиссией Zero Emission, вот они серийные, и Fluence уже серийный, у него те же самые 100 км. А если вы, не дай бог, еще какую-нибудь вентиляцию включите или кондиционер, ну 30 км. А обратно руками дотолкаете до дому, в конце концов, ну здоровье же нужно как-то подправлять. Очень перспективно, очень. У нас Тесла, Никола, знал, откуда берется энергия, но прекрасно понимая, что человечество это тупиковый вид в развитии природы, и что людям нельзя давать в руки ничего, кроме молотка, да и то поубивают друг друга, он этот секрет не раскрыл. Но вот Тунгусский метеорит, если вы в курсе, это как раз его эксперимент по передаче большого количества энергии на расстояние. Удался. Получилось. Но из-за него получилось бы скорее оружие. Вот в исполнении Николы Теслы действительно блистательно. Электромобиль, это очень перспективно. Но пока мы, мягко говоря, немножечко недоразвитые, и техника у нас тоже недоразвитая, мы катаемся на другом изобретении Николауса Отто, которому скоро уже будет 200 лет. Ну, доводим до ума. Ведь довели. До евро 7 довели. Ну, до евро 6 точно, до истерики. Катаемся. И причем печка работает, кондиционер, дворнички есть, сиденья нормальные, и оно тоже едет. И колесиками так скребется. Да, но только открыть окно по дороге тоже некомфортная езда получается. От выхлопа глаза щиплет. Это не потому, что здесь нужен или не нужен электромобиль. Это потому, что в нашей стране стандарты Евро-4 законодательно введены, а нефтяники наши по сию пору говорят, у нас нету желания расставаться с толстым слоем красной икры. Поэтому давайте мы будем делать топливо по Евро-2. Ну, это понятно. Только поэтому. А в Европе, обратите внимание, там Евро-5, и когда стоишь рядом с автобусом с включенным двигателем, ты даже не знаешь, он работает или нет. Это бесшумно и не воняет. Ну, нам до Европы еще далековато. Перерыв на новости. С транспортом в Москве стало еще хуже, а количество баллов совершенно не изменилось. По-прежнему всего лишь 6 баллов. Как же нам с вами везет? Антон? Игорь, здравствуйте. Альон. Сергей Степанович, добрый вечер. Здравствуйте. А как ваше отчество? Петрович. Игорь Петрович, я рад вас слышать. Вы как-то смутились. Ну, давайте, Сергей, буду вас Сергеем звать. Спасибо. Меня это только радует. Сергей, во-первых, хочу попросить вас разрешения поздравить кроватую пехоту с экспортированием праздника. Я думаю, сейчас много ребят сидит за ременом десантников, слышали. Я думаю, что сегодня десантники не очень рулят, они так аккуратненько плавают, едят арбузы. Очень жаль, что сегодня все-таки не разрешили гей-парады. Вот идеальный день для того, чтобы... Остается день ВМФ и день пограничника, и все. Это возможно только в Белоруссии. Там-то президент объявил гей-парад возможен только в день пограничника. Правильно. Вот это единственный день, когда... Причем желательно, чтобы в парке Горького все вместе торжественно отметили, подняли друг другу настроение, так хорошо провели время. Тут тебе гей-парад, тут десантники. Ребята вообще такие терпимые к чужим недостаткам и психиатрическим отклонениям. Ну и было бы классно просто. Я бы с удовольствием посмотрел репортаж оттуда по телевизору. Вдруг мы стали толерантнее друг к другу. Я думаю, что после гей-парада кто-то из них точно станет. Ну, кто выживет. Ладно, теперь по делу. Сергей, вот какая беда. У меня ленд-крузер 150, ему скоро будет 80 тысяч километров. Колодочки решил, ну, жабы задушил у дилера поменять, решил самостоятельно заменить колодки. Купил одни оригинальные, вот буквально на следующий день появился такой свист, что невозможно было даже, ну, стыдно было ехать в пробках. Вот. Затем поехал в Фунцево, купил тоже комплект перед, от оригинальных колодок. Свистели точно так же, еще хлеще свистели. Вот. потом обратился уже в один из самых наших лучших интернет-магазинов по поставкам автозапчастей. Ну, казалось бы, ну, вот куда еще оригинальный, причем я сравнивал их с теми колодками, которые ставит дилер. Один в один. Свист не пропал. и почему-то на ходу появляется вот такой какой-то скрежет. Красота-то какая. Я, по это самое, по, по природе автолюбитель чайник. Вот. Подскажите, что можно сделать? У вас остается два варианта. Первый, это сдаться официальному дилеру, чтобы он вам поставил колодки, и уже тогда вы будете с ним разбираться со всей строгостью закона о защите прав потребителей. Либо, либо вы пойдете по другому пути и начнете сразу менять пару. Тормозные диски и колодки. Потому что у вас же звука не было от того, что одно к другому приработалось. А состояние диска какое у вас? Идеальное. Идеальное. 80 тысяч. Идеальные специалисты говорят идеальное состояние. Вот только кромочка, я думаю, может быть, кромка, которая от трения образовалась по краю диска, может, ее как-то убрать и изменить. Да, знаете, учитывая, что с кромкой идеального не бывает, это говорит о том, что специалисты, ну, как минимум, у меня бы вызвали некое сомнение. Хорошие они ребята и наверняка отлично выписывают счета фактуры. Но вот в остальном как-то странно. Поэтому езжайте к официальному дилеру и посмотрите на его вежливую реакцию. Хотя, конечно, стоит вам это будет дорого. Но вы уже так или иначе все сэкономленное выкинули на ветер и на свист. Да, 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 я уже попал капитально. А вообще-то, Игорь, вы знаете, например, даже поставка оригинальных японских запчастей из Японии в хорошей фирменной коробочке. Подделки китайские, они бывают трех видов. Они бывают дешевые, средние и дорогие. Самые дорогие, хорошие, такие классные китайские подделки, они с логотипами в шикарных коробках. И вот когда, например, даже дальневосточники говорят, у меня прямые поставки, мне там прямо из Токио, в Токио на улице, у них центральная улица называется Гинза. Там идешь по Гинзе и там вот прямо до горизонта тойотовские, например, колодки. Там все магазины только оригинальные колодки специально для русских. И прямо вот покупаешь ящиками, привозишь, все китайские подделки и с одной стороны диски у вас кривые и косые, а с другой стороны и колодки тоже, в общем, паленые. Вот так. И свистит в силу оригинальности фрикционных свойств. Антон, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Вопросик у меня по Фольксвагену. Имеется Гольф Плюс 1.4 ДСГ. Вот в октябре будет 5 лет и тут он отказался ехать. Причем, ну, коробка встала просто, она отказывается машину двигать куда-либо. Сейчас машина у вас и стала там на диагностике. Вот что вы можете порекомендовать, как с ними общаться, на что давить. А на то, что у ДСГ 5 лет официальный срок гарантии в нашей стране, поскольку он у вас еще не истекает, случай гарантийный. Хотя вам, конечно, расскажут о том, что коробка у вас накрылась, потому что у вас неправильная магнитола, потому что у вас не та резина, вы пользуетесь не тем бензином. И, естественно, в этой связи вы во всем виноваты. Аккуратно душите их. Как только они выяснится, что не душатся, душите их законом и адвокатом, потому как до октября вам нужно уложиться и заменить эту коробку по гарантии. Скорее всего. Хотя они, наверное, скажут, да, ремонтируется. Ха-ха, три раза. Этот агрегат великолепен, когда он новый, поэтому пусть поставят новый. А там меняется вся коробка или какие-то ее части? Если вы покажете зубы коротенькие, то есть только-только обозначающиеся резцы, то вам, наверное, ее отрегулируют. Если длина зубов будет уже выше среднего с угрозой для жизни, тогда вам произведут ремонт по частям. А если зубы будут нормальные, как полагается клиенту, тогда поменяют в сборе. Понятно. То есть, в общем, грызть их за победу. Обязательно. Понимаете, какая штука? Они вам обязаны, а вы им вообще ни разу. Ну вот ни в чем. Вы, так уж и быть, из милости купили у них машину настоящее немецкое качество. И они 5 лет, особенно в отношении ДСГ, они обязаны вам во всем, чтобы эта коробка не скрипнула, ни шороха не издала и работала великолепно. И вы к ним приходите с позиции не то, что, простите, у меня тут, кажется, ваша коробка слегка описывалась и обкакалась. Не, ничего подобного. Вы к ним приходите с позиции «Ну-ка, быстро! Чего это она?» И тогда это несколько придает вашей позиции совершенно другую тональность, более достойную. А еще скажите, вот по телефону мне в салоне сказали, что гарантия только на блок управления и на сцепление распространяется. А на самом деле распространяется целиком полностью на все. Вас отшибать начали уже по телефону. Поэтому имейте в виду, Антон, у нас в стране рассматриваются только бумажки. Никого не волнует факт, никого не волнует. Вы к ним приходите, вы к ним приезжаете и говорите «А пожалуйста, мне заключение!» Они говорят «Ну вот мы там!» И знаете, и оно не все входит. Бумажку. Покажите мне бумагу, где написано, что входит в гарантию, а что не входит в гарантию. Потому что потом это будет присоокуплено к уголовному делу по факту мошенничества с вашей стороны. О чем вы можете им сказать сразу? Типа «Здравствуйте! Значит так, давайте быстренько подготовим с вами материалы для будущего уголовного дела. Вот кто из вас хочет сесть, ребят, на 3-5 лет? Давайте, значит, вот ты мне справочку о том, что я пошел нахрен и нет никакой гарантии. Раз. Вы мне, пожалуйста, справочка о том, что я виноват во всем, что сломалось. Это два. А ты, дорогой, который пойдет годика на три, объяснишь мне, как именно я все это сломал. В письменном виде. За отказ дать вам это в письменном виде или, например, обусловить это чем-то, ну, подыщите им какую-нибудь 330-ю статью Уголовного кодекса, типа самого ПРАСТа, тоже хорошо пойдет. Либо 286-я и 285-я. Это превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями. Вот, собственно, четыре статьи, в рамках которых вы можете им аккуратно обозначить сроки, когда они будут на хорошем казенном счету. Даже на работу ходить не надо будет. Нужно будет проснуться, позавтракать и выйти на построение. Понял. Спасибо большое. Антон, врагу пощады быть не должно. Но дилер это самый главный враг автомобилиста. Ну, наравне с полицейским. Просто полицейские это явление вообще не поддающейся дрессировке. А вот дилера, ну, в принципе, можно было и подрессировать. Александр, здравствуйте. Алло, добрый день. Я рад вас слышать. Вы у нас сегодня третий Александр за программу. У нас сегодня был начало женским днем. Потом пошли Александры. Это здорово. Ну да, неплохо. Сергей, у меня вопрос по Шкоде Фаби РС. Я хотел бы услышать ваше мнение. Вот собираюсь купить его в ближайший месяц. То есть мне даже уже обещают его, что привезут. А цвет какой? Белый с черной крышей. Ух, красотища какая. Потом, наверное, в Фейсбуке будет много хороших фотографий. Ну, вполне возможно, да. Ну и замечательная машина. И мотор у нее замечательный. Едет она очень интересно. И как всякая Шкода, а тем более Фаби, она очень по уму сделана. И это одна из лучших покупок. Лучше нее только могла бы быть уже сходящая со сцены Октавия РС. Ну, в силу того, что Октавия побольше и, соответственно, поуниверсальней. А у вас такая очень неплохая пулялка. Потом, если через какое-то время вам покажется, что все-таки по подвеске она недостаточно остра, вы будете аккуратно ей менять там амортизаторы, пружины, чтобы добиться, например, такой вот картинговой устойчивости в повороте. Если вы поймете, что вам это не нужно, вы воздадите должное и будете очень долго хвалить изобретателей машины Фабия РС за то, что они смогли совместить спортивный темперамент с нормальными комфортными настройками. И поэтому вы едете и из вас душу не вытрясает. Но как только вы почувствуете, что нужно душу вытрясти, тут же пойдете по апгрейду подвески. Я вас понял. Спасибо огромнейшее, Сергей. Да, пожалуйста. Хорошая машина. Она, кстати, такая машина с праздничным подходом к жизни. Вот становится как-то уныло. Садишься в РС-ку и мир меняется. Кстати, у меня только что тут на мониторе произошло приятное изменение в шкале Яндекса. Пробки стали еще длиннее, а баллов теперь уже только 5. Блистательно. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вопрос такой. Добрый день. Жене хочу купить первый автомобиль, заканчивать автошколу. И выбор вот между Nissan Micro в районе 300 тысяч. Nissan Micro, Peugeot 207 и вот Citroën C3. Коробка какая? Автомат или механизм? Автомат, да. Автомат. Ну, 203 и тем более C3 скорее всего окажутся уже значит 207 она будет со стареньким роботом плохим и он скорее всего будет при смерти. а C3 скорее всего окажется с роботом он будет еще хуже и тоже будет при смерти. А Micro сам по себе автомобиль был очень надежный. Он правда здоровый у него название Micro только для того чтобы все обманулись. Всем бы показалось что он маленький и симпатичненький. А он здоровенный. И многие женщины с одной стороны получив этот объем понимают что не в каждую щель они пролезут. Все-таки это не Матис который на полметра уже. Но Micro сама по себе она была молодцом она была достаточно надежным автомобилем но ее так давно уже сняли с производства что вы выходите на оперативный простор к профессиональным мошенникам. Выходите по рынку с пачкой денег и кричите кому 300 тысяч кто обманет меня лучше всех тот получит сладкую пилюлю от меня. И Micro вам будут впаривать со скрученным спидометром с чем-нибудь там оторванным выдранным с трудностями. В этом проблема. Поэтому лучше всего Сергей ищите не марку ищите техническое состояние. Не важно какая будет машина. Вот на 300 тысяч смотрите документы смотрите откуда пришел ПТС например если он выдан в ГАИ а машина явно импортная значит это машина в угоне либо не растаможенная то есть он должен быть ПТС должен быть выдан таможней. Смотрите сервисную книжку если вам рассказывают что она утрачена разворачивайтесь и убегайте и ищите вот что называется насколько она жива потому что модель не играет роли вам же потом бежать спасать жену. До завтра.